От берега до рыбаков и обратно. И так по нескольку раз в день. Пока одни отдыхают, другим приходится работать. Объезжать, обходить, предупреждать. Извините, что нарушаю ваш отдых. Ради бога, все равно ничего не клюет. Не клюет? Нет. Понятно. А как? Не боитесь на льду-то на таком? Да нет. Нормальный, толстый? Да, он толстый. Но 15 сантиметров, да еще когда и промоины повсюду, вряд ли могут гарантировать безопасность. Но в отличие от спасателей, сами рыбаки в ней уверены. И уходить со льда не собираются. Мне уже 50 лет. Я за свою жизнь много чего повидал. У меня есть кое-какой опыт. Я не дурак и не полезу туда, где опасно. Сегодня на Матырском водохранилище около 70 человек. Выходные в три раза больше. Разгонять рыбаков со льда спасатели не имеют права. Даже если толщина льда критическая. Вот и приходится дежурить весь световой день. А со следующей недели работы станет еще больше. На вогодние праздники будем дежурить в усиленном режиме. Как на Матырском водохранилище в составе инспекторского участка города Липецк. С привлечением СВП «Пегас». Так и на реке Воронеж в районе Новолипецка. По селу Ситовка включительно. Преодолеть такие расстояния можно лишь на Пегасе. Такое судно одно на всю область. Поэтому пока подоспеет помощь, нужно время и самые элементарные средства спасения. Например, веревка. Но места для нее в рыболовных ящиках нет. Первый раз два брала, потом не стал. Почему? Ну, лед большой же. Нет смысла. Если на речке, другое дело. А здесь? Переубедить рыбаков вряд ли получится. Остается только наблюдать и патрулировать. Пока с начала сезона несчастных случаев удалось избежать. Светлана Федоренко, Юрий Талдыкин. ТВК Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова